Зеленый остров в центре города для спорта и признаний в любви. Все это о парке с полувековой истории. Березовая роща в этом году отметит свое 55-летие. Александра Медведенко прогулялась по зимнему парку в компании завсегдатаев этого места. Ее впечатления в рубрике «Новосибирск» на экране. Галина Алексеевна и Наталья Павловна – завидные спортсменки. Популярной последнее время скандинавской ходьбой занимаются каждый день. Оно и понятно – это не только спорт, но еще и общение. Тем более парк «Березовая роща» – любимое место и для спорта, и для прогулок. Здесь так хорошо ходить, и воздух хороший. Всегда вот так вот чистенько, почищено. Здесь так, особенно сейчас так много народу стало. Вообще раньше как-то стал фонтан, и столько много ребятишек, взрослых. Даже вот в выходной день такое впечатление, как будто весь Новосибирск здесь. Однако парк не всегда был местом для прогулок. Раньше мимо него даже побаивались проходить. До парка «Березовая роща» на этом месте располагалось новое городское кладбище. Его еще называли «Успенское кладбище». В 1911 году оно было официально открыто, и оно было разделено на такие зоны. Где хоронили отдельно православных, отдельно лютеранцев, отдельно иудеев. В определенную часть «Березовой рощи» запрещали своим детям родители, потому что там находилось заразное кладбище. Но вот уже более полувека парк – любимое место новосибирцев. 30 гектаров – вековые березы, черемуха, липы. Всю территорию разделили на несколько зон – развлекательная, спортивная и прогулочная. Есть такой уголок именно исторической памяти. Это монумент погибшим от ран в госпиталях города Новосибирска. То есть во время войны и после войны свозили сюда всех раненых. Наши женщины, девочки как раз за ними ухаживали. И потом вот такой монумент сделали. К этому монументу мы приходим и 9 мая, и в рядах бессмертного полка. Парк «Березовая роща» богат на исторические места. Вот, к примеру, этот камень является основоположником аллеи поколений. Но с другой стороны за ним скрыт поистине народный памятник. С обратной стороны официального памятника есть здесь и народное искусство. Вот, к примеру, по легенде это памятник возлюбленным. Когда-то давно парень, уходя в армию, начертил сердечко на этом камне в честь своей любви. Все возлюбленные, кто приходит сюда и прикладывает руки, клянутся друг другу в вечной любви. Александра Медведенко, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.